В имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь, в имя Отца и Сына и Сына и Сына. Дорогие братья и сестры, сегодня воскресенье о Закхее. Мы дали имя сборщик податей. Когда неделя о Закхее, это уже звонок о том, что пост приближается. Это правильно, потому что со следующего воскресенья уже начнутся три приготовительных недели к Великому посту. Следующая неделя будет о Матере и Фарисее, потом о блудном сыне. И так уже там и за неделю и пост начнется. Так вот эти приготовительные недели нам говорят о чем? Сегодня мы с вами слышали о покаянии. Человек осознал свои поступки, покаялся перед Господом и получил свою награду. Что мы слышим сегодня, братья и сестры? Мы слышали историю о Закхее. И он был главный директор, и он был главный директор, или, там есть еще одно слово для него, публикан. The people hated him. They thought of him as a traitor and a thief. The people saw his sins and condemned him. The Lord saw beyond the sins of God, because Jesus Christ could see more. He saw the deep hunger of his heart and he consoled him. And what did Jesus Christ told him? Закхиас, hurry up and come down from the tree, for today I must abide in your house. Сегодня я должен быть в твоем доме. And of course, when they entered the house, Jesus Christ talked to him. He talked to Zacchaeus with Zacchaeus and straightened him out. То есть направил его направленный путь. Христианский путь. The people outside began to complain that Jesus had gone to the house of a sinner. It's not right, they said, to have anything to do with such a man. But the Lord reminded them that he had come to earth to see and save the lost. And Zacchaeus was smart, man. He humbled in front of Jesus Christ and he said to him, Lord, half of my goods or possessions I give to the poor and if I have taken anything from any man by false accusation I have restored to him for hold. Господи, если я как сборщик податей в настоящее время это налоги люди платили. ну и там видимо бывают свои нюансы когда они могут поступить нечестно он осознал свой поступок и сказал или поступки я осознаю Господи каюсь отдам половину то что я имею а если кого чем обидел то верну в четверо то есть Zacchaeus makes right the wrongs of his life то есть исправляется в четвертах back what he has taken и даже goes beyond by giving half his wealth to the poor он made restitution then Jesus said a very significant thing to him this day is salvation come to this house for now he also is a son of Abraham now that Zacchaeus has turned from his evil ways and had turned to Christ now indeed he was a son of the great Old Testament father of God's chosen people Abraham то есть видите говорили что наследники Авраама поскольку Авраам был очень верующим человеком был старейшиной или как их называете еще патриархами что такое патриарх переводится греческого это значит отец старейшина вот так вот потому что и он есть сын Авраама то есть сын Божий по творению а теперь он стал тем более он стал сыном Авраама когда он покаялся поверил в Христа Бога то есть еще и духовно он прозрел и духовно стал чадом Божиим и чадом Авраама В нашей жизни то же самое, можно быть блудным сыном, и прийти в церковь, покаяться, раскаяться, и вернуться в лона, быть чадом Божиим. Heirs of eternal salvation. Heirs – это наследник, наследником вечной жизни. There is a tradition in the church that Zacchaeus, after his conversion, became a bishop and served the Lord faithfully in the Holy Land. Существует такое мнение, что он стал глубоко верующим человеком и стал на путь исповедания Бога, и, как вы видите, возможно, и стал епископом Церкви Христовой. Но есть и другое мнение. Another story speaks of his tender care for the sycamore tree where he first met Christ. То есть существует такое мнение, что он стал сугубо очень заботиться об этом дереве, на которое он вылез, как мальчик, будучи в таком положении. Представьте себе, начальник сборщиков, подайте сборщик, начальник налоговой, как говорят сегодня, да? Он, как мальчик, вылез на дерево, и Христос подошел и говорит ему, «Сойди в ней, сегодня я должен быть в твоем доме». Господь предвидел и видел в его сердце, что оно жаждет духовной пищи. Итак, он любил то место, которое привело ему спасение. Господь предвидел, что мы должны быть в твоем доме, мы должны быть в твоем доме, который мы всегда были в отношении к Богу. И где мы были Его родители. Есть некоторые важные слова в этой лестнице, которые мы должны помнить. Итак, номер один. Что мы слышали сегодня? Господь сказал к Закеисту, «Сегодня я должен быть в твоем доме». Что, если Христос пришел в наших домах сегодня? Что бы найти там? Что бы он приймел? Что бы он видал там? Или бы найти в Христовской доме? Было ли там любовь? Есть у одного счастья? Есть у нас вероятно? Несколько храмل на дом, как мы все-таки. Если бы Христос сегодня пришел и сказал каждому из нас, Сегодня я должен быть в твоем доме. И, конечно, в каком виде бы наш дом был? В надлежащем христианском виде, где должны быть, конечно, иконы, крест и такая мирная семейная обстановка, которой нас призывает, конечно, Святая Церковь. Вот над этим бы следовало призадуматься каждому из нас. Ну и, конечно, в первую очередь, наверное, в каком состоянии был бы наш внутренний мир, о котором Церковь всегда говорит, миром, то есть в мире, Господу помолимся в мире или с миром, с внутренним миром, а также быть в мире, в согласии со всеми, кто нас окружает. Второе. 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 если он не искал и освободил, то он не делает Государственное действие. И не важно, как и все остальное, если он выполняет это, если он приводит людей к Христи, то он делает священное действие. То есть священная работа проводится церковью. И третье, the third point, Jesus said, today a salvation come to this house. What will be in that eternity has its beginning now? Мне кажется, что я часто как-то об этом упоминаю, что Царство Небесное начинается и здесь, на земле. Что-то об этом упоминается и здесь, на земле, на земле. Если мы будем жить с Богом на земле, то мы должны жить с Богом на земле. Священное Писание говорит, что Царство Небесное внутри каждого человека есть. И его, конечно, нужно почувствовать, это Царство Небесное. А оно, прежде всего, радуетесь. Всегда радуйтесь о Господе. Всегда радуйтесь о Господе. И когда мы видим человека, который постоянно нервный, злой, у него даже на лице написано, потому что, как вы ни хотите, ни крути, ни верти, все-таки на лицо человека показывает его внутреннее состояние. Посмотреть на одного человека – сразу видно, что он из себя представляет. Посмотреть на другого человека – тоже можно определить характер и что за человек в целом. То есть, Царство Небесное внутри каждого из нас есть, и его, дорогие братья и сестры, нужно искать, нужно его почувствовать здесь, на земле. И это не только для будущего, но для будущего. Мы должны жить сегодня как родители родителей Бога. И конкурсия здесь. Мы сейчас видим Бог сегодня, и мы найдем Его, как Закия нашел. Аминь. Венца и Сына и Святого Духа. Аминь. Хранила Господь.